итак мы с еленой я владимир елена ильичева и продолжаем нашу серию мастер-классов для детей под названием леонардовские игры и вот наша сегодняшняя тема будет называться дремучий лес что мы будем делать сегодня или мы во-первых хотим чтобы вы все умели рисовать количество деревьев которые окружают нас всегда со всех сторон вот допустим вот эта картина называется воскресный день на льду когда две девчонки в тайне от родителей убежали из дома и даже не оделись как следует главное было схватить шапки варежки и коньки и они вот катаются на льду зная что когда они придут домой их будут ругать но все-таки они территорию свободы своей очень ценят а вокруг них домики с дымком заснеженные поля ледяные озерки за застеленные льдом так и множество деревьев без листьев видите деревья переплетены и чтобы мы могли делать такие картины мы сейчас покажем вам как делать дремучий лес переплетенных картин переплетенных переплетенных деревьев да извините вот допустим у нас вот такой листик с вами есть и давайте мы нарисуем место где земля укоренение деревьев и вот первое деревце пойдет до под каким-то наклоном да вот веточка пойдет 1 2 рая и допустим третья пойдет веточка вот укоренили мы деревца да а нам надо еще второе деревце смотрите переплети переплести с первым и вот мы начинаем второе деревце растить и пошли уже видите под другим наклончиком веточки за первым деревцем и вот туда тоже переплели да а третье дерево смотрите она за этими двумя и она видите повалилась ветром и допустим пошло так его ветку вот куда пошли знаете вот и вот сюда так а допустим следующий блок деревьев пошел в другую сторону расти да вот теперь мы будем с вами действовать здесь деревья заслоняли друг друга а теперь мы будем действовать чтобы деревья наезжали друг на друга давайте попробуем так первое дерево пошло допустим вот так веточки пошли соединились с этим блоком деревьев второе деревце пошло почти рядом да почти рядом наезжает на первый блок стволов так и вот так а третье деревце пошло допустим другую сторону но растет вот видите что елена делает у нее все деревья разные и они растут под разными наклонами они разного размера так всегда будет интереснее когда в картине не два одинаковых деревьев а много деревьев и не все не повторяются они все раз и вот эти пространства между ветками деревьев разных мы сейчас покажем они называются негативными пространствами потому что позитивное пространство это само дерево а негативное вот уже елена раскрашивает сейчас черным цветом это негативное пространство и она тоже имеет свою красивую пластику имеет очень большое значение в вашей картине как нам показать что одно дерево наехала на другое допустим давайте подумаем смотрите в первом блоке деревьев до первое дерево она цилиндр упала на второе да и вот падающая тень от одного деревца на другое падающая тень от ветки тоже падающая тень от ствола падающая тень от цилиндра на цилиндр по овальчику здесь тоже давайте негативное пространство они очень красивые и темные да давайте и мы даже можем раскрашивать и фломастер чекам и тоненькой капиллярной ручкой и простым карандашом и угольком и сепии и сангиной и пастелью и даже если захотите масляными красками это тоже можно сделать очень красиво деревья они вообще очень благодатны в рисовании и они нам очень нужны это же живые существа которые нас кормят то черешней то абрикоской то яблочками вкусными деревья это наши друзья давайте одно наехала сюда почему мы вот так движемся по леонардовским играм потому что леонардо он действовал как ученый и вот он всегда смотрел допустим как один цилиндр пересечется с другим цилиндром как допустим шар пересечется с кубом вот дремучий лес ну давайте мы для интереса там поставим бабки ешкину такую хатынку на куриных лапах бабка ешка там живет помните мультик когда бабки ешки полетели а хатынка хотела полететь за ними но не смогла оторваться от цепи вот дремучий лес и сами нарисуйте такое переплетение деревьев и начните эту работу с того что нарисуете прямоугольник вот этот прямоугольник с которого елена начала свою работу называется картинная плоскость он может быть квадратным а может быть прямоугольным это уже зависит от того какая у вас фантазия что вы хотите показать манораму леса тогда у вас будет длинный прямоугольник а если хотите показать какой-то фрагмент например с избушкой то сделаете квадрат здесь допустим дупло и в дупле сидит сова и предупреждает бабку ешку о приближении каких-то других сказочных существ вот такой вот урок а пароходики на нашей красивой реке рейн продолжают трудиться